Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В городе Аркадаг стартует неделя туркменской культуры. Президент Туркменистана провел заседание Кабинета министров и одобрил новый порядок учета научной деятельности. Хор Турецкого даст два концерта в Ашхабаде и другие новости. Сегодня в городе Аркадаг стартует неделя туркменской культуры. По этому случаю президент Сардарберда Мухаммедов направил послание работникам культуры и искусства. Сердечно поздравив участников недели культуры, глава государства пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Президент Туркменистана провел очередное заседание правительства, на котором обсуждался ряд вопросов государственной жизни. В частности, Сардарберда Мухаммедов подписал постановление, утвердив порядок организации и проведение государственного учета научных программ, планов и отчетов о научной деятельности. Документ должен способствовать более эффективному управлению научной деятельностью в Туркменистане. Помимо этого, глава Туркменистана распорядился обеспечить высокий организационный уровень бизнес-форума Туркменистан ООЭ, который состоится 25 июня в Ашхабаде. В форуме примут участие компании, специализирующиеся в сферах энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма. 26 июня столицу Туркменистана посетит всемирно известный российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Поступление состоится во дворце Мукамы в Государственном культурном центре Туркменистана. Зрители ждут два концерта в 16.00 и в 19.00. Вход на концерты строго по пригласительным билетам. 21 июня в столице Туркменистана отметили Международный день йоги. Посольство Индии организовало массовый мастер-класс на Олимпийском стадионе Ашхабада, собравший около сотни участников. Мероприятие посетил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мурат Мамедов. Среди участников были местные любители йоги, представители дипломатического корпуса и сотрудники индийского посольства. 24 июня в Ашхабаде состоится национальная олимпиада по ментальной арифметике среди школьников. Мероприятие, организованное Министерством образования Туркменистана, пройдет на базе Туркменского государственного университета имени Махтун-Кули. В финальном этапе Олимпиады примут участие 110 талантливых школьников в возрасте от 6 до 14 лет, отобранных из различных регионов страны. В Японии 45-летний садовод по имени Йесихару Ватанабе превзошел все ожидания, вырастив у себя на участке клевер с 63 лепестками. Это достижение стало новым мировым рекордом и занесло имя Ватанабе в Книгу рекордов Гиннесса. Путь к рекорду начался в 2012 году, когда садовод, одержимый идеей побить рекорд по количеству лепестков, начал усердно ухаживать за клевером на своем огороде. Он кропотливо применял различные методы, сочетая естественное опыление с ручным. Несмотря на трудности и неудачи, Ватанабе не сдавался, и его упорство в итоге было вознаграждено. В Брестской крепости прошла реконструкция первых боев Великой Отечественной войны и обороны цитадели. 500 реконструкторов из Беларуси, России и других стран воссоздали события 22 июня 1941 года. В этом году программа реконструкции стала еще более масштабной. Сценарий был расширен и дополнен новыми эпизодами. Туркменский боец Довлежан Яхшимурадов одержал победу в поединке с камерунцем Симоном Бионгом на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити. Бой продлился все три раунда и завершился победой Яхшимурадова единогласным решением судей. Благодаря этой победе туркменский боец обеспечил себе участие в плей-офф Гран-при PFL, где его соперником будет австралийский боец Роб Уилкинсон. На матче группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Францией был замечен туркменский флаг. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась нулевой ничьей. Флаг Туркменистана несколько раз попал в кадр прямой трансляции на телеканале Матч ТВ. Эта игра стала первой на турнире без забитых мячей. В группе Ди лидируют Нидерланды и Франция, набравшие по 4 очка. Следом идут сборные Австрии и Польши. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте туркменпортал.ком и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова